Всем привет! Сегодня у меня на обзоре новый бренд парфюмерии. Называется он Le Chamou. Переводится с французского как верблюд. И посмотрите первый парфюм, с которым я хочу вас познакомить, как вот выполнен его пузырек. Вот здесь вот на крышке такая прикольная фигурка верблюда и сам пузыречек очень красивый. Парфюм женский, называется он Arabia Madame. Очень красивый бренд. Я посмотрела уже у них достаточно много разных парфюмов. Преимущественно они все женские, все в прикольных вот таких вот пузыречках. Давайте попробуем что-то новенькое. С первых нот прям супер. Цитрусовых просто полнейший букет. Цитрусовые очень здесь хорошо чувствуются. Я думаю, что здесь и лимон, и мандарин, бергамот возможно. И наверное еще в составе есть какие-то цветы, потому что все-таки несмотря на то, что такой вот свежий цитрусовый, есть в нем какая-то вот прям плавность, мягкость, которая тоже в верхних нотах вот так вот считывается. Обычно ее дают цветы, возможно здесь есть роза или или жасмин. Давайте посмотрим на состав нот и будем разбираться. Итак, пирамида композиции Arabia Madame у нас представлена. Наверху у нас звучит апельсин, бергамот и лимон, но это прям однозначно. Вот любители цитрусовых, любители классики. Обратите внимание, уже сейчас верхние ноты просто волшебные. Они задорные, но все-таки я вот не покидаю чувство, что здесь есть еще цветы, потому что параллельно с цитрусовыми, такими вкусными, свежими, сочными акцентами, здесь еще отыгрывается вот прям какая-то очень девичья, очень женственная плавность, мягкость, вот что-то такое. Сердце красивое, супер тоже классическое, почули, роза и жасмин и в базе ваниль и ветивер. Обратите внимание, да, композиция в принципе понятная, композиция простая, композиция супер повседневная. Уже сейчас вам хочу сказать, что это вот запах учебно-рабочий, на вечер точно нет, потому что будет немного упрощать образ. И я, если честно, не думаю, что у него какая-то феноменальная стойкость, потому что обычно такие запахи, они отыгрываются за 4-6 часов, да, может быть потом сохраняются еще где-то на коже или одежде, но в целом, да, основа перестает вот так вот ярко уже звучать часа через 4. На это тоже обратите внимание. Но давайте дадим ему время раскрыться и вернемся через 2-3 часа. Ну что, у нас с вами прошло несколько часов и действительно, композиция супер повседневная, она супер классическая. У меня ощущение, что вот в этом флакончике сосредоточилась весна, лето, потому что запах, он безумно позитивный. Он вызывает самые классные, самые приятные ассоциации о самом теплом, самом таком насыщенном времени года. И я думаю, что настроение он будет вам поднимать и летом, и зимой, и осенью. В принципе, рекомендую вам его рассматривать как повседневный запах, супер универсальный на любое время года, на любой возраст. Вот прям обожаю такие запахи, которые преимущественно подходят всем, если, конечно, вы не любитель чего-то тяжелого, чего-то такого перечно-древесного, либо слишком уж эксцентричного, оригинального. Если любите понятные свежие цитрусово-цветочные запахи, он идеально впишется в вашу коллекцию. Здесь чудесное сердце, то есть цветочное сердце, это всегда беспроигрышно, это всегда женственно, всегда элегантно, всегда изысканно, всегда ненавязчиво. Запах вас не будет раздражать, но учитывайте вот какие нюансы. Я не заметила от него какой-то сильной шлейфовости, плюс, как я уже говорила в самом начале, аромат не феноменально стойкий, вот да, 4-6 часов рабочий день, потом все потухнет. Аромат очень приятный, несмотря на то, что вот первые брызги, да, он взрывается в воздухе таким цитрусово-лимонно-апельсиновыми акцентами, то, конечно, уже когда начинает у нас звучать сердце и потом уже база, аромат подуспокаивается, он прям супер плавным становится, супер нежным, он прям вот максимально ненавязчивый, нерезкий, нераздражающий, прям классная повседневная рабочая учебная история. Я думаю, что если любите, да, вот такие вот композиции из семейства цветочных цитрусовых, оцените 100%, химии он не пахнет, спиртом он не отдает, то есть запах такой достаточно ровный, понятный, задорный, прикольный, то, что нужно для рабочих будней.